Главное увлечь. Московские школы расширяют поле для экспериментов. Классы и уроки порой становятся условностью, ведь, по словам психологов, ребёнка надо прежде всего заинтересовать. Николай Дубинин выяснил, какие методики наиболее эффективны. Вот так в игровой форме теперь обучают детишек считать, петь, писать и читать. Образовательное учреждение нового типа объединяет и детский сад, и школу. Как говорят воспитатели, их задача найти к каждому ребёнку индивидуальный подход, плюс привить ему желание учиться. Педагог-психолог готовит детей, настраивает их на то, чтобы мотивация была учебной, чтобы ребёнку хотелось не просто прийти в школу, чтобы пообщаться и показать, что у него новый рюкзак и новый костюм, а что он понимает, что он идёт в то место, где ему дадут знания, где раскроются перспективы и горизонты для получения дальнейшего образования. Новая система расширяет поле для экспериментов, рассказывают педагоги. В школе номер 1010 в Мневниках, например, отказались от привычных классов и уроков. В специальных модулях одновременно и младшие, и старшие школьники могут работать над разными научными проектами, изучать сразу несколько предметов. Например, это кабинет, в котором мы находимся. Здесь можно организовывать такие учебные дисциплины, учебные предметы, как химия, биология, естествознание для учащихся четвёртого класса, география. Нравится вам вообще здесь? Да, очень нравится. Дизайн нравится. Компьютеры. Да, много возможностей. Можно, например, по биологии какой-нибудь микроперпорат сделать, посмотреть его на микроскопе. Всего этим летом в Москве отремонтировали 3000 школ и детских садов, то есть почти все городские образовательные учреждения. На нашей территории появилась спортивная площадка для детей, для занятий спортом. Она была, но её усовершенствовали. Дети довольны, безумны. Ждём хорошую погоду, чтобы можно было заниматься. Они всё время спрашивают, когда пойдём на физкультуру и когда мы пойдём на спортивную площадку. Пока спортом можно заняться в обновлённом тренажёрном зале. Снаряды все как будто с конвейера. Аккурат к началу учебного года в классы поступили и интерактивные доски последнего поколения. Вешают их не для красоты, а активно используют в процессе обучения. Всё зависит от фантазии и подхода преподавателя. А вы как преподаватель информатики, как обычно используете доски? Ну, в основном, как демонстрационную через проектор. Это презентации, видеоматериал. Ну и как обычная доска маркерная для уже конкретной работы с детьми, так сказать, в онлайн-режиме. Учёба учёбой, а обед по расписанию тем более у школьника. Рацион обязательно обсуждается с родителями. Они ратуют за сбалансированность питания. Обратите внимание, никакого фастфуда, фрукты на столах, хлеб, масло. Ну и, конечно, запеканка, которая не только полезная, но ещё и вкусная. Выпечку горячие пирожки любят детки у нас. Любят котлеты всякие разные, мясные, куриные любят котлеты. Горячие блюда. У нас в школе была пицца такая. У вас как-то вот это есть что-то такое, нет? Или это уже нездоровое питание? Ну, на самом деле, это уже нездоровое питание. Впрочем, где-то пошли и на более смелые эксперименты, открыв у себя так называемые школьные рестораны. Сделано это было при содействии родителей. Ведь они теперь законодательно полноправные участники образовательного процесса. Николай Дубинин, Александр Терёхин, Елизавета Макагон, Закира Ансаров, Москва-24. Продолжение следует...